Телекомпания «Вид» представляет Телекомпания «Вид» представляет Телекомпания «Вид» представляет Телекомпания «Вид» представляет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пытается идти вперед с энтузиазмом, делает свое дело Правда в том взгляде еще было много разоблачений Боролись с коммунистами, боролись с бюрократами, боролись с властями И к 1991 году, кажется, всех разоблачили Пришло время строить, а не бороться По-моему, именно тогда, в 1991 году, прошла черта После которой борьба за принципами За принципы постепенно стала заменяться борьбой за личные интересы А врагов начали придумывать, чтобы оправдывать собственную беспомощность Многие это поняли, наверное, в 1993 Потому что борьбы становилось все больше, а принципов все меньше И вот вспоминая сегодня Владика Хочу сказать, что и с ним, и без него мы делаем то Что сильно отличается от всего остального телевидения Как обычно, мы начнем с ваших телефонных звонков Которые поступили во взгляд на этой неделе Добрый вечер Самым неожиданным на этой неделе был звонок от человека Который предложил всем беженцам России А в частности, колхозу 1 мая Вот этому нашему колхозу Олег Фомин Да, я председатель Олег Фомин Некую машину, комплект индивидуального застройщика профессора Иванова Я тут же позвонил профессору Иванову И он мне начал рассказывать очень странные вещи Например, то, что 12-летние дети могут строить дома Могут строить фермы Игрушечные или настоящие? Настоящие Могут строить все, что угодно делать, бетонные блоки То, что этот комплект оправдывает себя, окупает За два дня работы То, что он переводится на легковом автомобиле Спокойно И, конечно, больше всего я удивился Когда выяснилось, что для всего этого не нужно электричество Я тут немножко испугался Думал, очередной изобретатель какого-то вечного двигателя Но на следующий день поехал в лабораторию к профессору Иванову Николай Васильевич, сейчас идет этот беженец Встретишь его Он позвонит? Да Значит, с помощью этой штуки можно построить дом Можно, да Можно построить дом, причем За сколько? За, ну, коттедж мы не берем Скажем, вот для постройки мелкотоварной семейной фермы Можно построить за один сезон Сам комплект очень дешевый Его окупаемость буквально три дня работы двух рабочих Геннадий Иванович, это Квам Добрый день, я прошу изнизить на наших руках Геннадий Иванович Иванов А вы Наумов? Да, я прочитал в труде Да В вашем проекте решил выяснить, в чем суть А живете, вы жить будете в Россию перебираться? Да, в Россию В Россию А место какое? Ну, пока я зависел здесь, в Москве, у сестры живу Так, да? На месте А где жить, вопрос вообще у вас не решен Вы не волнуйтесь, вы полностью расслабьтесь Вы не среди врагов, а среди друзей Пока Профессор Иванов любит людей Он считает, что они достойны жить счастливо и красиво Иванов строитель, но мечтает о смородине величиной с виноград В кроликах, акселератах и грибных плантациях на балконе Люди, которые к нему приходят, не знают, что все это уже существует А многие даже не верят, что за лето можно вдвоем с женой построить дом Профессор Иванов думает о правильном устройстве жизни для уволенных военных, безработных, фермеров и беженцев 25 миллионов россиян сегодня живет за рубежом Им надо дать условия вернуться в Россию То, что я вижу, это реально Теперь нужно считать Рабочие завода, где находится лаборатория и цех по сборке комплекта индивидуального застройщика Считают автора человеком немного странным К профессору они относятся с уважением К его изобретению осторожно А вот эта бетономешалка-то, я не знаю, вы слышали, да? Она как бы за два дня окупает свою стоимость Да это мозг я не буду ручивать Ее запотеешь крутить Там подшипник крутит А что, там плохой подшипник? Да, вот если крутить Если они наймут раб силу из Молдавии Может, они будут крутить Молдаване за бесплатно А нашу дату не заставишь там крутить Ну, надо же поставить А если для себя? А для себя? Для дачи Для дачи это жирно Это надо халтурщиком ходить Ну, почему жирно? 600 долларов Это, может, даже, если ты хочешь сарай построить, все равно выгодно Ну, сарай, ну, дом можно построить, надо Что я понимаю, надо работать всем А мы не хочем работать Иванову нравятся люди энергичные и прогрессивные С ними хорошо работать, но искать их трудно В этот же день, после аудиенции спасло Монголия Геннадий Исакович отправился в школу-интернат номер 40 Там-то проект оценили сразу Идея отличия А где строить можно? Строить Коттеджи в Москве, а бассейн можно здесь небольшой построить Круто Для школы Хотят россияне, русские, из Казахстана, из Прибалтики Хотят сюда ехать, а жить им нет Так вы хотите для них строить или для себя? Да Ну, для них и для себя А как вы думаете, вот сколько вы своими силами можете построить таких коттеджей? Ну, много Так как сборки легкие Газа, пена, бетон Не особо тяжело Ну, наверное, по коттеджу в месяц небольшому Можно Ну, можем устроить испытания Ну, интереснее, я думаю, не смотреть, а работать А работать Ну, давайте попробуем Например, можно завтра устроить испытания, поработать на нем? Конечно Отправимся на завод к нему и посмотрим С удовольствием Геннадий Александрович, познакомьтесь Вот человек тоже хочет создавать общины, строить Ну что, замечательно Сейчас посмотрите комплект Все увидите собственными глазами А дальше мы поможем Саша, ну ты москвич, но тем не менее хочешь уехать Да, но понимаю, что одному не вытянуть То есть идея заключается, конечно, в том, чтобы Предложить вот людям Кому здесь тяжело выжить Объединиться И пытаться вместе поднять вот какую-то заброшенную деревню Ну вот Что строить-то будем? Дом построим Бассейн Бассейн Ну почти, нет Ну не совсем, естественно, бесплатно Ну если, допустим, рядом с песком Можно взять песок бесплатно А бетон? Нужен же вот этот Нет, ну не нужен бетон Нужен только цемент Понимаешь? Нужен цемент, ну и там какие-то вот связующие И все Ну это стоит каких-то денег Нет, ну естественно, ты не можешь из ничего сделать что-то Ну в общем, это Это все развалится Если это все стоит 600 долларов, я не верю Это точно все развалится Ну вот, кстати говоря, сегодня Иванов едет в Загорск С такой гид-бригадой, он называет это передвижной выставкой Они едут в Сергий в Посад И там 100 бывших военных собираются из 45 округов И чтобы они, потому что хотят У них там огромная программа еще реструктуризации вообще военных городков Там подписаны очень серьезные организации Они что-то построят? Вот сейчас поедут, они что-то построят? Ну они покажут, как это работает Ну можно строить Он себе дом построил Он себе построил огромный дом Я предлагаю, чтобы Сергей Сергеевич дал нам слово Что через какое-то время, когда где-то что-то будет с этой технологией построено Он покажет это и расскажет второй раз Хорошо, я с удовольствием расскажу Покажу второй раз И, кстати, люди приходят Вот приходил человек Саша Который действительно хочет Он хочет уехать из города Он хочет жить в деревне Это даже не идея А это такое абсолютно естественное движение Потому что город, каменный мешок Который же не прокормит, не даст работы И объединится Я не знаю, там Сто человек пусть объединятся У которых есть какие-то деньги И им не нужны ни кредиты, ни субсидии Ничего Я тебе уверяю, что вот таких энергичных людей Которые чего-то хотят И которые готовы резко свою жизнь изменить И делать самые невероятные шаги Ради этого их все больше, больше и больше Нет, уверять не надо Вот так И, кстати, с одним из таких людей Мы вас хотим познакомить Это Ксения Ксения Алферова Ей 22 года Добрый вечер Добрый вечер И она юрист И хочет открыть собственное детективное агентство Агентство «Лунный свет-2» Я правильно? Ну, нет, я не люблю цифру 2 Это было такое кино Я что, объясню Кто не знает С Брюсом Уиллисом Ну, у Ксюши Я люблю цифру 1 Все, что должно быть 1 Что ты делаешь, должно быть цифра 1 2 нет, не подходит Ну, у него понарошки Тогда у него 0, а у вас 1 Да, хорошо, так я согласна Ну, расскажи сама Я не знаю Может, лучше рассказать Начать с того Чем ты не хочешь заниматься В этом детективном агентстве Да, я как раз Сначала я хотела вас поздравить Потому что сегодня начало весны Первый весны, да Спасибо Пришла девушка Я вас поздравляю Это очень важно А мы как-то не очень подготовились А через неделю у нас, как раз, не будет Должно быть мимоза у тебя Ну, что-нибудь, да Должно быть весеннее Значит так Я детективное агентство Детективное агентство Я бы не стала так, наверное, это называть Детективное агентство Потому что детективное агентство В нашем представлении Это что делает детективное агентство Ищет Следит за неверными женами Я не знаю Какие-то убийства Я не знаю, что Это, кстати, точно У нас был сюжет Про выпускника одного Радиоэлектронного ПТУ Так он нашел себе бизнес По вечерам на кухне Он паял послушащие устройства Что любопытно Ксения Красова То, что вы говорили Что основные клиенты Это ревнивые мужья А, и продавал их на птичьем рынке Да, он продавал на птичьем рынке Эти штуки Главные клиентуры Какая-то подло Ревнивые мужья И начальники Которые ставят послушающие устройства Своим подчиненным Чтобы узнать Что тебе про них говорят Ой, я считаю, что это очень Нет, нехорошая идея И очень интересно создавать Послушающие устройства И детективное агентство Вот именно в таком уголовном В уголовной направленности Тоже безумно интересно Очень интересно Изучала криминалистику Знаю Увлекательно Но я хотела бы То есть это Не знаю, как это Агентство по поиску людей То есть, предположим Я думаю, что у всех На жизни есть Или были такие моменты Или были такие люди И случайные встречи Я не знаю Где угодно Они могли происходить В троллейбусе В метро В гостях Не знаю Шли по улице Вдруг увидели На противоположной стороне Девушку Или просто человек Который вам безумно понравился Как угодно это могло произойти Некоторые То есть, некоторые увидели Каким-то образом Упустили шанс Или познакомиться Или познакомились Но, не знаю Не обменялись Ксения, извини Я так понимаю У тебя самой была Тогда встреча? У меня? Нет, у меня не было Ну, может быть, была Но Я твой шанс Никуда не упускаю Я, если вижу Я знакомлюсь Нет, я знаю Что я просто Я знаю Что у Я не знаю У моей бабушки У моей мамы У всех моих друзей Такие встречи были Ну, да У меня тоже, наверное, была Была, да Сейчас вспомнила, что была Кстати, только что вспомнила Так, и как же И агентство Как оно может помочь Встретить человека? Да Тогда уже Бюро знакомств Подожди Это не бюро знакомств Это не обязательно Я не говорю Это не обязательно Должен быть мужчина и женщина Это могут быть разные люди Это может быть Увидел, полюбил С первого взгляда Это может быть как-то иначе Это может быть Как-то, я не знаю Встретил, разговарился на лавочках Сидя, задумавшись Понял Может быть Потому что как раз Мы понимаем Что, господи Так вот же Я же так же думаю Так же мысли Так же То есть вот он Это напоминает одну По-моему, очень хорошую Теревизионную передачу Какую? Она называется Ищу тебя А вам я хочу сказать, Ксения Что если вы хотите Создать детективное агентство То мне кажется Вы прогорите Вот на таком романтизме Потому что это же Все-таки организация Да, да Я об этом я тоже думала Я об этом я тоже думала Что за это деньги Когда меня спросили А деньги? Сколько это будет стоить? Например, да Я думаю Например Сколько это может стоить? Потом я поняла Что за это деньги брать Как за это можно брать деньги? Как можно брать деньги за мечту? Если это Предположим Встреча двух Не знаю Если это Если это женщина Которую вы увидели Или девушка С которой вы живете То есть Бывают такие случаи Когда Увидели Поразились Не забыли Но как-то Ну да, увидел Но все равно В течение всей жизни У вас возвращается 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 Вот эта вот Так на что же жить будет агентство? Вот я думала Что за это деньги брать нельзя Ну да Тут единственное слабое место Что ты хочешь Могать хорошим людям Хорошим людям А с хорошими людьми Как-то не хочется Ну да, да Тем более у них и нет Не то, что не хочется У них и нет Как правило Этих денег Нельзя это преступно Поэтому Агентство будет заниматься Параллельно Видимо чем-то еще Или Не знаю Я вообще верю в энтузиазм Я верю в Такие коммунистические Несколько Видимо Принципы Что-то можно делать То есть Ну я человек Который То есть У меня есть профессия У меня есть работа Я могу Я себя А где вы кстати работаете? Это юридическая фирма Английская То есть Я могу себя прокормить Поэтому Соответственно Я могу позволить себе Бескорыстно помогать Тем Кому я хочу помогать То есть Потратить на это время Деньги Может быть Что-то То есть Видимо Поначалу Я То есть Как бы И у меня есть много друзей Которые готовы То есть У которых Есть вот это вот Желание Которые Если ты его не реализуешь То оно Как-то периодически мешает Ты думаешь Я могу Мы пришли в правильную телепередачу Я тебе скажу Я знал Что Ксения у себя На фирме Вот в этой Где она работает Пытается еще перевоспитывать Англичану в духе патриотизма Причем Не английского Она Патриотизма Ну и как англичане реагируют Англичане на меня обидятся Нет Ну что значит патриотизм Нельзя заставить Ну хотя нет Нельзя заставить Человека любить Твою собственную страну Но просто если ты сама Тем более чужую Тем более чужую Его заставить любить свою страну Если ты сама ее действительно любишь То Можно не заставить А объяснить ему Что то что я люблю Это замечательно Ну мне вот объясните А вы чего-то Вам что-то не нравится? Нет Я просто спрашиваю Мне очень все нравится Мне интересно как вы это объясняете Сесть за столом Необъяснить невозможность Возникают какие-то Какие-то Реакции Негативные Ой вы этого не умеете Да ладно вы русские Вы работать не умеете И у вас так всегда У вас все шиворот на выбор Вообще вы ничего не умеете Вообще плохие Глупые Я вот своим секретаршам Говорю все время так Ну неправда Ну не все время Иногда Это неправда А вы англичанин? Нет Нет Можно иногда говорить Чтобы заставить человека Ну расслабился человек Расслабился А себе как вы это объясняете? А я просто люблю Ну что вот вы любите? Я люблю все Я люблю То есть мне нравится То есть если мне что-то не нравится То есть если мне что-то не нравится Я считаю, что это какая-то правильная, наверное, позиция То можно сказать, это все ужасно Это ужасно И лучше быть не может быть А можно Так, мне это не нравится, наверное, это плохо Во-первых, если тебе это не нравится, ты не знаешь, что это плохо Да, потому что это может нравиться другим Да, значит, просто тебе это не нравится Если это не нравится многим или всем Значит, почему это так? Почему это плохо? То есть, разложив на почему это так, это можно изменить Изменить можно все к лучшему У меня, кстати, один вопрос Один вопрос. Объясните мне, как мне к этому относиться? Почему у нас всегда люди, независимо от обстоятельств, все время пытаются других унижать, если у них для этого есть возможности? Начиная от прироздания правительства, где пропуская, когда получаешь, там окошечко на такой высоте, и ты подходишь, и им склоняться должен. Это как-то да, называется. Вот почему. Вам это, наверное, не нравится? Это кому-то может нравиться. Это никому не может нравиться. А англичанам даже тоже, наверное. Англичанам это тоже не должно нравиться. Но это, наверное, я не знаю, то есть... Слушай, я что-то не поймал. Ты что, не любишь, что ли? Болезнь маленького. Нет, ну при чем здесь не любят русских? С тобой мы поговорим отдельно. Я понимаю, это позиция взрослого такого же внутреннего жизни человека. Нет, мне интересно, что вы ответите мне. Интересно вас спросить. Нет, я как бы нормальный человек, поэтому мне... Нет, это хорошо, независимо от того, что это плохо. Мне это нравится, это тоже, это как бы несколько... Ну когда вам англичане про это рассказывают, что вы им говорите? Вы говорите, что это исключение, что такое... Нет, почему? Это не исключение, к сожалению, это правило. То есть и у них, и у нас чудеса есть, но чудес нет. У них это исключение, а у нас это правило. Ну почему же у них это исключение? У нас это правило. У нас это правило, потому что раньше, как-то мне кажется, раньше так не было. То есть был тяжелый период в жизни, как у любого человека, есть тяжелый период в жизни. Он откладывает определенный отпечаток на ваш характер, хотите вы этого или нет. Но если вы понимаете, он откладывает, откладывает, он может дальше откладывать, если вы не понимаете, что он откладывает. Ну да, вот Саша, например, когда руку сломал, был здраво. И вы дальше продолжите в этом ключе развиваться и как бы жить. Но если вы вдруг со стороны себе, очень полезно себя со стороны, вдруг вы видите себя со стороны и думаете, господи, там, не знаю, 10 лет назад, как бы я отреагировала, я бы никогда в жизни не сказала, предположим, там, ему же подобной реакции у меня бы не возникло. Сейчас, почему я так сделал? Ага, ага. То есть вы начинаете прокручивать назад. И вы понимаете, вы это осознаете, тогда уже с этим можно как-то бороться. Если человек этого не понимает, можно ему мягко-мягко-мягко это объяснить или хотя бы натолкнуть его на этот секундный момент «стоп». Почему? Давайте вернемся к идее правильного детективного адреса. Вот представь, Ксюша, тебе после этой передачи звонит девушка, например, из города Уфа. И рассказывает эту историю, что у нее был папа, который ушел из дома, когда ей было 3 месяца. Известно только, что папа музыкант. Как папу зовут? Известно? Имя хотя бы имя? Я думаю, что да, известно. Но это уже много. Еще он музыкант. Как ты будешь его искать? Уфа. Да. Еще он с Уфой, видимо. Да. Ну, в Уфе, наверное, его уже нет. Если он ушел, если он музыкант, тем более, то, наверное, музыкант или детворческий... Тепло. Да, ушел он не в Уфо, а куда-то. Куда? Наверное, если прошло много лет, то он был не в одном месте, если он музыкант. Ну, как-то, как-то цепляясь, я не знаю, то есть поговорив с этой девочкой, выяснив, какие дяди приходили к ним в дом, как звали этих дядь, можно уже примерно, не знаю, выяснить, какие папа... На самом деле, это реальный случай. Девушку зовут Регина, она действительно позвонила, и отца ее нашли. Знаешь, где? Где? В Таиланде, на острове Пухе. Я хотела сказать, да я хотела... Там где теплее. Я не знаю. Вот смотри. Ну, значит, у вас есть интуиция. Ты знаешь, хотя мы там ее нашли, прилетали туда совсем с другим. Вот два человека строили яхту в Хабаровске, строили лет 15. Яхта получилась такая красивая, понравилась дико местным бандитам. Тогда... Нет, нет, в Хабаровске. Это отец с сыном. Они сели на яхту и поплыли в кругосветное путешествие. Потерпели крушение. Прошли Бразилию, Австралию, где-то в Австралии потерпели крушение, еще дрейфовали несколько месяцев, питаясь моллюсками. Вот их выбросил на остров Пукет. И вот сейчас ты увидишь отца этой девочки. У нас много друзей, елки зеленые. Русских много? Русских только один Рамиль. Один Рамиль. Наш, как сказать, гид. Отец святой. И помогает, и кормит. Свои же мы. Как их вот оставить одних в беде. Там в больнице они лежат на одной койке вдвоем. Кто еще помогает здесь? В основном немцы помогают. Рамиль единственный россиянин на острове. Профессиональный джазовый пианист. Он не смог найти работу на родине и уже 4 года живет в Таиланде. Рамиль познакомил Медведевых с немецкими коммерсантами, которые время от времени кормят русских путешественников. Скинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от милой зимы. Товарищ, мы едем далеко, подальше от милой зимы. Ну, на самом деле, там все произошло в строго обратном порядке. То есть, сначала мы показали этот сюжет, потом девочка узнала своего отца и позвонила. То есть, чаще происходит наоборот. Если ты собираешься заниматься поиском людей, то ты людей ищешь, а потом тебе всплывают такие истории. Как угодно, может быть. Жизнь намного интереснее, чем мне нужно придумать. Как угодно, да. Но это мы так, как в порядке профподготовки, я показываю. Мы свяжемся с островом Букет и, собственно, для Регины говорим, что постараемся вас соединить с вашим отцом. А, Ксения, ваша идея с этим детективным агентством, мне напомнила эту идею с яхтой, на самом деле. Да, вот эту историю, когда люди едут в кругосветное путешествие, потом оказываются где-то в далеком-далеком месте. Просто другая жизнь и берег дальний. Хочется бросить просто ту жизнь, которая есть, чтобы сделать что-то другое, нет? Нет. Мне очень нравится та жизнь, в которой я живу. Ну, просто... Ну, как бы... Человек, он же должен расти, должен развиваться как-то. Выше, выше, все выше, и выше, и выше. Ну, или все вперед, и вперед, и вперед, у кого как получается, у кого как как бы это. Поэтому... Ну, есть такие люди, я очень уважаю таких людей, я очень всегда завидовала, которым, не знаю, с первого класса, с какого класса, вот они знают. То есть они, не знаю, им безумно нравится география. У человека, он мечтает быть путешественником, каким-нибудь геологом. И он вот, он уже со второго класса, он читает книги, он собирает, то есть вот, я геолог. К сожалению, к большому, то есть мне не хотелось быть только геологом, или только юристом, или только историком. Мне как-то... Ну, первая твоя попытка, насколько я знаю, так круто изменить жизнь, была еще в школе, когда вас в ПК отправили торговать овощами, да? Слышал я такую историю. Ну, что? Была такая история. Ты в чем история-то? История заключалась в том, что, как это называлось, УПК это называлось? УПК, УПК, не надо делать вид, что мы все забыли. Нет, я просто не могу, у вас в школе тоже наверняка такое было, когда в четвертом, по-моему, классе дети должны идти работать где-то. Ну, как правило, это магазины. У нас это был овощной магазин, мы перебирали гнилые какие-то, гнилые, выбрасывали не очень гнилые, клали на прилавок. Нам все надоело, через два дня с моей подругой мы сказали, мы не хотим работать в магазине. Может, мы будем работать где-то в другом месте? В магазине не хотим, нам неинтересно работать в магазине. Он сказал, где? Если вы хотите, найдите себе работу, работайте. Папа был, у папы, у моей подруги был хирург. Мы пошли, попросили папу, скажем, хотим быть, мы будем врачами, мы хотим работать где-нибудь в больнице. И мы работали с ней год, в четвертом классе мы с ней работали, или это был пятый класс, неважно, в операционном отделении. Вот и стали бы врачом, вот профессия. Я очень хотела стать врачом, да, мне безумно нравилась анатомия, но я и не стала. А потом тебя занесло в театр. Потом меня занесло в театр. Вообще, складывается впечатление, такая девушка, которая дрейфует, а ей захотелось это, потом не захотелось то. Просто слишком много всего хочется. А что в театре это было? В театре был спектакль, который назывался «Кентальвизское привидение». Играла там девочку Вирджини, два года играла, старательно. И потом решили стать юристом? И потом я решила. Я, наверное, просто испугалась, я немножко испугалась. В каникулы, в очередной раз стоя за кулисами, играя десятый раз один и тот же спектакль, я просто помню это ощущение, я стою за кулисами думаю, и вот, а если вот так вот всю жизнь, не 10 дней подряд, а 10 лет, девочку Вирджини, стало страшно. Ну, не то что, ну, потом я очень люблю учиться. В принципе, если бы я пошла не юридически, а в какое-нибудь другое место, мне было бы безумно интересно тоже. А теперь, что у меня вот в этом смысле, как человек более обстоятельного, просто по причине того, что я вас старше, радует, что вы не бросите вашу английскую юридическую фирму. И таким образом, я так раз думаю, что судьба детективного агентства может быть более привлекательной, что не загнется все это, как вот, например, овощебазы наши, практика в больнице. Мне кажется, это может только развиться, а не загнуться. И деньги вас в этом смысле не волнуют, поскольку у вас есть ваша юридическая компания. Ну, отлично. Тогда истории мы вам точно подкинем. Историй у нас очень много, чтобы найти кого-нибудь, это точно. Пожалуйста, спасибо большое. Наш телефон 217-97-59. Задавайте вопросы, Гаянова тоже что-то лихорадочно записывает. Наверное, много вопросов у тебя. Тогда давайте посмотрим про сюжет пока, пока вот вопросы дают Ксении. Это такое тайное общество открытого типа. Чем точно напоминает детективное агентство, но, как обычно, совсем о другом. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорю, что, случилось с народом столько? Здравствуйте, женщина вас снимает. Есть деревня и деловая женщина. А у нас все дела были. Правда? Конечно. Это у вас что за необыкновенная деревня такая? Деревня Рудня. Зимой в Руднинском совхозе для желающих потрудиться есть ровно 4 рабочих места. В Телятнике. Все прочее население этой довольно большой деревни безработное. У нас работа не выгонит через это, что у нас снимите? Не, выгонит завтра. У нас заходят. Поэтому, когда приезжая пенсионерка Валентина Задорожная начала ходить по домам с какой-то анкетой, руднинские баллы приняли ее как редкое зимой развлечение. Вы стараетесь красиво и модно одеваться. Нет, ну хотелось бы, ну вообще-то так написала, нет, но хотелось бы, организованный человек. Ну я думаю, что да. Они просто уже перестали осознавать себя женщинами. 60% женщин расслабляются благодаря алкоголю. Были даже такие ответы, что мы до того доходим, нам уже вообще никому не нужны и не интересны. И сами себе прежде всего не интересны. Они даже постель за собой не убирают. Соцопрос психолога на пенсии Валентина Задорожная показал, что 40% сельских женщин постоянно недоедают. 80% не имеют работы, 90% не понимают происходящего, чувствуют безысходность и 100% потеряли интерес к жизни. Валентина Степановна поставила диагноз «длительная депрессия» и приступила к лечению. Появились и первые помощницы. Приходите к нам в селянку. Ведет ее психолог, интересный человек, заинтересует и вас. Юридические консультации бесплатные. А вот что там написано? Чтобы сделать жизнь интереснее, проявите интерес к себе. Так что надо нам как-то к себе интерес проявлять. Вам как кажется, правильно? Да может быть и правильно. Ваша организованность и залог успеха. Все от тебя зависит. Сам не сделаешь, никто тебе не сделает. Депрессивное состояние. Оно разрушает практически личность. Оно разрушительное для личности. То есть они теряют способность сосредоточиться. То есть человек в унынии, он читает одно предложение, опять раз не понимает, что написано. И поэтому я с ними разговариваю, они не понимают, что я говорю. С ними говорят на собрании каких-то планов, может быть, руководство. Они не понимают, о чем с ними говорят. Им легче сказать, да, ну у вас, вы там, опять я не верю, вы что-то замышляете. Они просто не понимают, что им говорят. У них нарушено восприятие. И поэтому надо его восстанавливать. Наша организация учит женщин, будь успешной, богатой, здоровой. Будь здоровой, да. Да, да. Богатой, пожалуйста. После третьего занятия я у них спросила, ну как? Вы чего понимаете? Они говорят, да вы знаете, Валентина Степановна, так искренне мне вот сказали, искренне, они очень искренние люди. Они мне сказали, что вы знаете, да мы вас только что начали понимать. Я говорю, как? А мы не понимали, что вы говорили-то вообще. И я стала с ними работать тренингами. Тренингами просто на сосредоточение. Отлично, подай, подай. Отлично. Вдруг я смотрю, и тут мои женщины, я не понимаю, что случилось. Они идут в нарядных платьях. Я не знаю, то ли они договорились между собой, то ли это каждая из них в один день пришла такая мысль. Вот сам по себе, но они шли красивыми. Так пенсионерка Задорожняя организовала в селе Рудня клуб деловых женщин-селянка. А свои занятия назвала семинаром основы делового общения. Нам интереснее практически подходить к этому вопросу. Да, поэтому мы учимся ставить задачи, решать их. Люди задачи ставить не умеют, а вы говорите. Все у них будет. А женщины, почему женщины? Потому что женщина к авантюрам, по-моему, менее склонна, чем к мужчинам. Это мое субъективное мнение, но я так думаю. Она деловита, ей надо детей вырастить, ей надо беспокоить их будущее, понимаете? И она будет работать. Она и так в огороде с утра до вечера работает, чтобы их накормить. Она и на предприятии будет работать. Она не будет в рогах и копытах. Она будет делать дело. Поэтому я и ориентирована на женщин, и не на мужчин. Мы идем к одной из самых деловых женщин молодых в нашей деревне. Она сейчас не работает, потому что у нее маленький ребенок родился. То есть она родила третьего ребенка, она хочет работать, она хочет открыть предприятие, она готова к этой деятельности. Моя задача, моя задача, им начнут в этом помочь. А соседки не смеются? Вот психология. Да, не надо на это внимание обращаться. Мы над ними смеемся, они да. Мы не привыкли по ихному жить, одну картошку есть. Мы бы совсем другие люди. А их это устраивает жизнь. Ради бога, почему бы и нет. Очень много желающих работать, которые просто не могут сейчас еще даже взяться за это. Почему не могут-то? Идеи, потому что нет. Женщины сейчас возьмутся, лишь бы был первый толчок, а потом уже будем думать. Ко мне на электронную почту пришло предложение. Один меценат, меценат предлагает 100 тысяч долларов для того, чтобы сельская женщина открыла свое предприятие. Да, он хочет помочь нам, деловым сельским женщинам. Пока мы смотрели сюжет, наша гостья Ксения Алфёрова трижды сказала слово «потрясающее», об этом поговорим чуть попозже. Очень близко. Не детективное агентство, но тоже ведь агентство. Потрясающее. А сейчас реклама за деньгами. Будьте вечно желанны, всеми любимы, всегда обаятельны, неотразимы. Глаза вашей счастьем пусть вечно сияют, а в жизни вас только друзья окружают. Дарите любимым тепло вашей души вместе с Нес-Кафе. Кофе Мэйд прекрасно дополнит ваш черный кофе, придав ему насыщенный сливочный вкус. Кофе Мэйд и кофе. Так вкусно вместе. Коробка шоколадных конфет «Россия». Что может быть вкуснее? Россия. Щедрая душа. А вы что сидите? Вы смотрите взгляд, у нас в гостях Ксения Алферова, которая сбежала в школе с практики в восьмом магазине, чтобы работать добровольно санитаркой, потом, закончив школу, пошла работать в театр, но тоже оттуда сбежала, стала юристом, работает в английской юридической фирме, и уже не бросая английскую юридическую фирму, хочет открыть свое юридическое агентство детективное. Правильно? Правильно. Вопросы? Вопросы. Человек не верит в патриотизм молодежи, спрашивает, много ли твоих знакомых думает об этом так же, как и ты. Да, все. Мои знакомые, ну, почти все. Вот, когда мы смотрели вот этот сюжет про деревню, Ксюша действительно очень эмоционально реагировала. Тебе кажется, что стоит немножко только повернуть ключ, и все пойдет по-другому, да? Идея потрясающая, конечно. То есть дать людям, просто рассказать им, что может быть иначе. Или даже они знают, что может быть иначе, но это настолько далеко вот тут вот забивается в голове, что они это знают, но в это не верят или не хотят верить. То есть отдав им, как бы, шанс в это поверить и показав это, это потрясающе. То есть как бы жизнь может измениться не то, что чуть-чуть, а вообще измениться. Вообще отношение людей к жизни, к друг другу, к себе. По-моему, в этом смысле история про кирпичи важнее. Да. Про бетон? Да. Я думаю, что они равнозначны. Нельзя строить, как сказала она, как эта женщина сказала, что они в такой глубокой депрессии. Я думаю, что в такой глубокой депрессии не захочется строить дом. Но строить дом с глубокой депрессией тоже хороший дом не построишь. А строить дом с потрясающим ощущением в жизни, что я строю дом себе, вот красивый дом. Так будет некрасиво, так будет потрясающий дом. Откуда наберется потрясающее ощущение в жизни? Отовсюду. Еще один вопрос. Министр внутренних дел Армении объявила о мировой сенсации. Армянские врачи изобрели лекарства от СПИДа. Что вы об этом думаете? Это нам вопрос, Сергея Сергеевичу. Собственно, дай бог, чтобы это было именно так. Единственное, вот всех тех 13, по-моему, там, исцелившихся людей, их пока вот не показали, чтобы можно было действительно увидеть, что они выздоровели. И мы знаем, что «Комсомольская правда», газета «Комсомольская правда» говорила, что 14-м пациентам будет 20-летний парень из Калининграда, который туда приедет к этим врачам, и они будут следить за тем, все-таки вылечит его или нет. Дай бог, конечно, чтобы это получилось. Вчера наши единомышленники из калининградского телевидения побывали у него дома, у этого парня. И он, и его родители настроены очень серьезно. Ну, кстати, давайте посмотрим один фрагмент. Это было ужасное состояние, состояние шока. Я когда узнал, ночь спать не мог. Неделю болела голова, жуткая головная боль была. Я надеялся, что все обойдется, потому что нам сразу говорили, что много было случаев, что диагноз не подтверждался. А потом? Ну, а потом уже все равно было. Расскажи, когда ты узнал об этом лекарстве, и веришь ли ты, что тебе могут помочь в армии? Да я вообще-то не поверил сначала. В газетах много чего пишут. Как потом? В принципе, и сейчас не верится. Не знаю почему. Этот парень просто служил на флоте, и его просто заразили в больнице там. И, конечно, было бы здорово, если бы что-то получилось. Это будет просто сенсация. Еще вопросы. Старший лейтенант милиции со стажем предлагает свою помощь в поиске людей. Готов работать бесплатно, в свободное от работы время. Возьмете? Вы видите? Вот. Вы видите? А с кем вообще? Ксюш, ну а с кем вообще? Их же не очень много. Филантропов-то, да? Что они должны уметь, каким они должны быть? Одного желания уже достаточно. А умение придется... Расскажем, покажем. Вот не вопрос еще, а вы сказали, многие молодые люди думают так же, как и вы, Ксения, но стесняются об этом говорить. Говорить о хорошем – признак слабости. А почему, кстати, почему признак слабости? Почему вы звоните и говорите, что это признак слабости? Я не понимаю. Это глупость ужасная. По-моему, это признак... Признак в наше время вообще, как может доброта вообще соседствовать со слабостью? Доброта – это, по-моему, самое великое качество, которое есть у человека. Добрые люди, они светят изнутри. И они настолько сильны в своей доброте. Вообще люди действительно очень стесняются почему-то делать добро, что удивительно. Может быть, потому что сейчас зло немножко сильнее, хотя я в этого не верю. И почему-то зло, ну, зло я имею в виду, это не обязательно войны, я не знаю, убийства. Зло, оно может быть... А почему оно будет сильнее? Мы будем создавать такую новую молодежную моду 21 века. Давай! Она же... То, что модно, оно сначала всегда... Конечно! Не очень, не очень признают. Модно была доброта из-за счастья. Ну, это здорово. Вы были первые, кто про это сказал, стране. Пусть страна это запомнит. Да, заинтересовалась все-таки. Да, вот расскажите, что вы все-таки... Все-таки немножко так торкнуло. Ну, так скажите что-нибудь ответственное. Как вы будете это все организовывать? Когда? Куда приходить? А организовывать не нужно, Саша. Это уже есть. Никуда не надо приходить. Есть такие люди, и просто я не знаю, если... Кстати, телевидение, это великая вообще вещь по... Направлять моду в то или иное русло. Вот все же, молодая, красивая девушка. Она не стесняется говорить о том, что она хочет делать добрые дела, хочет помогать людям, бабушкам, там, девушкам, юношам, собакам. Хочется сказать, собака, это у нее еще одно дело. Она же не стесняется об этом говорить. Это не... Да нет, на самом деле, у меня сейчас как-то уникальная Ксения, которая не стесняется. Да нет, их много таких, в том-то и дело. Огромное количество таких, которые не стесняются и говорят, и так живут. Саша, очень много хороших людей, при этом они молодые. Молодых. Их очень много, поверьте. Просто вообще молодые люди все хорошие. Нет, просто я, собственно, на вашей стороне просто хочется, чтобы, ну, вот, силы этого энтузиазма, этой энергии, чтобы она действительно что-то поменяла по большому. Она не может не поменять. Сделала что-то хорошее, реальное, Она не может не поменять. Просто, просто эту силу, ее надо, как вы правильно сказали, организаться. То есть ее не объединить надо, но хотя бы просто вытаскивать на поверхность и показывать людям, что так есть. Никогда никого нельзя винить. Если винить других, ничего не получится. Если винить себя и начинать только с себя. Вот вы выйдете и переводите старушек через работу. Начинай перестройку с себя. Помнишь, было такое? Вот это как раз. Очень лицемерие сейчас. В голосе. Не лицемерие, а некую иронию. Абсолютно. Это неправильно. Так и как же вы с такими соратниками сделаете... Потому что когда это ты написал, написал на, понимаешь, на тряпочке... Существующие глаза тоже горят. Написал это на тряпочке, это одно. Когда ты просто для себя это решил, это не модно. Модно пить горстями экстази. Ну все, это уже становится не модно. Не модно. Это не модно. Понимаешь, это уже... Модно быть умным. Ну кто на них внимает? Ну понимаешь, кому не нужно сейчас. Модно читать книги, быть умным, добрым, счастливым, здоровым. Здоровым, понимаешь. Пить сок по утрам, танцевать, но не обкурившись, я не знаю, а танцевать потому, что тебе так хочется. Это модно. Хорошо. Это модно. Я согласен. Мы сегодня не успели поговорить о пьесах, которые представили Олегу Менщику, пьесах о современной жизни, одну из которых он может быть выберет, чтобы поставить ее в своем театре, но на это уже не хватило, к сожалению. Да, не успели мы также обсудить условия конкурса для людей, вот, как поступить на работу в детективное агентство. Мы успели обсудить, как оно... Нашли лейтенант. Хорошо, это один лейтенант милиции. Как, на что он должен быть похожа, на, я не знаю, фирму «Заря» или как бы на агентство «Люди в черном». Я не знаю. Или Дед Мороз. Или Дед Мороз. В общем, мы тебе еще... Потом мы можем тебе еще пару способов подкинуть, как это все должно работать. Но не успели. Ну ничего. Все только начинается. Спасибо большое. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Продолжение следует... Продолжение следует...